Это Ньюсбокс, больше чем просто новости. Только факты из жизни звезд, мира музыки и шоу-бизнеса на международном телеканале Russian Music Box. Меня зовут Рома Пафос и прямо сейчас мы начинаем. Сегодня ты увидишь, что любят готовить наши звезды и каким секретом поделился с Ньюсбокс, титулованный испанский шеф-повар. А также у группы For Post теперь новый состав. Поклонницы не переживайте, солист остался прежним. О том, как Дмитрий Бигбаев играет с новыми музыкантами, смотри через несколько секунд. Популярная группа For Post, солистом которой является Дмитрий Бигбаев, полностью сменила состав. Судя по реакции поклонников, перемены пошли группе только на пользу. Об этом в следующем сюжете. Перемены группе For Post, солистом которой является небезызвестный Дима Бигбаев, пошли действительно на пользу. В интервью после первого концерта группы в новом составе ребята смеются и улыбаются. For Post это команда, которая собралась совсем недавно. И в данный момент мы сыграем все, правильно? Правильно. Шамиль это бас. Продемонстрируй. Уже у меня так не получается, потому что я бас-баритон по академическим всяким признакам. По академическим признакам. Первичным академическим признакам. Оля, во всех смыслах этого слова. Реально, безбашенный человек, который тарабанит по всему и всегда. Да, Дим? Простите. Ну и, конечно, совесть коллектива это Борис Акимов. Этим парням просто суждено спеться в одном коллективе, ведь они подходят друг к другу еще и по гороскопу. Потому что я по знаку с Диаковисы. А, ты господин. Я лев, значит, огонь. Лев огонь. И вода. И вода. И я вода. Уэпс! Кого у нас не хватает земли? Земельки-то земельки. А мы на ней стоим. Че тут собственно? Земля всегда с нами. Да, с таким составом For Post им и море по колено. For Post это проект, который идет своей дорогой. Мы продвигаемся, мы двигаемся. Впереди огромное количество новых творческих, интересных поисков. Через два дня мы снимаем клипец. Мы к нему готовы. Мы уже ждем. Ждем этот клип. Ведь, судя по всему, он будет по-настоящему интересным. А уж каким интересным было шоу For Post на сцене клуба. Зал раскачать мы можем. Ну а команда Newsbox желает Гиппи For Post в новом составе больших творческих успехов. Известный испанский шеф-повар Фредерико Тино прилетел специально из Барселоны, чтобы провести мастер-класс для всех гурманов и любителей изысканной кухни. На мероприятие, помимо ценителей вкусной еды, приехали еще и звезды. Видимо, тоже хотели пополнить свою кулинарную книгу интересными рецептами. Подробнее об этом прямо сейчас. Как только наступил вечер, гости стали съезжаться на площадку одного из лучших ресторанов Москвы, чтобы совместить приятное с полезным, поужинать и научиться хорошо готовить. Поводом для этого стал гастрономический тур живой легенды кулинарного искусства шеф-повара Фредерико Тино. И, кстати, именно его шедевры так любит король Испании Хуан Карлос I де Бурбон. Итак, приступим к мастер-классу. Сегодня на повестке дня андаузский томатный гаспачо с амаром. Звучит заманчиво. А пока шеф-повар занят процессом приготовления, мы решили узнать у наших звезд, какие блюда любят готовить они. И мастерски я готовлю блинчики. Это у меня моя... Поэтому масленица – это мой праздник. Все идут ко мне в гости на масленицу. Я люблю с морепродуктами супы. А гаспачо – такой летний супчик, который можно так простенько в блендере и красиво со вкусом приготовить, украсить. А так оливковым маслом он красиво полил. Тушеная курица, борщ, супы разные. Получается отлично салат. И вообще много готовлю. Много, а не мало. А пока мы болтали, шеф-повар Федерико Тино выставил свой очередной шедевр на всеобщее обозрение. А всех гурманов интересовал один вопрос. Какой же секрет использует кулинарный гуру? На кухне все нужно делать с любовью, с открытым сердцем и очень искренне. А если вы мечтаете стать известным шеф-поваром, то это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, вам понадобится много терпения. Это очень важно, потому что работа на кухне – это очень трудно и тяжело. Вы проводите там много времени и даже иногда жертвуете своим днем рождения, или днем рождения своей подруги, или, например, Рождеством. Вы всегда находитесь на кухне. Ну а если это вас не пугает, то все в ваших руках, точнее в тарелках. Телеканал Russian Music Box желает вам вместе с Федерико Тино кулинарных успехов. Меня зовут Федерико Тино, и мы сделаем это для русского мусик-бокса. С тобой Ньюсбокс и его ведущий Рома Пафос. Сразу после рекламы ты увидишь – на выходных состоялся грандиозный форум «Селигер-2013» при поддержке Russian Music Box. Кто из звезд умеет вызывать дождь и останавливать время, и по чьи песни отдыхающие Селигеры устраивают флеш-мобы. Подробнее об этом и многом другом мы расскажем через несколько минут. Не переключайся. Ты смотришь Ньюсбокс. Самые актуальные новости из мира музыки и шоу-бизнеса в твоем экране. Не переключайся с частоты Russian Music Box. Мы продолжаем. И ураган переживут, и даже озеро Селигер на скорость переплывут. Все это про звезд телеканала Russian Music Box. Герои и Белка. Крупы Маяковский и Хэллоу. Восходящая звезда раскрутки певица Рая вызывали дождь и взорвали танцпол на Селигере. Как это было, смотри, в специальном сюжете нашего корреспондента Лёни Фреша. Молодежный форум Селигер из года в год собирает самых молодых, талантливых и успешных людей со всей страны. Телеканал Russian Music Box совместно с компанией Ростелеком порадовали молодых дарований свежей и сочной музыкой. Артистов подобрали под стать зрителям. Вот только дорога на Селигер не самая близкая. Вот смотри, мы сегодня едем в автобусе, очень долго уже, все устали. Вот какие ты можешь предложить нашим телезрителям средства развлечения в автобусе? Ну не знаю, я всегда когда еду, я смотрю на небо, какие-то интересные картинки нахожу, какое облачко на что похоже. Судя по тому, как все ребята дружно спят по углам, развлечение у всех одинаковое. Очень люблю поразвлечься, особенно поспать, где-нибудь в углу, где тепло. Погода и вправду не радовала, однако для наших звезд это не помеха. Если пойдет дождь, как будете от него спасаться? Я остановлю его. А Дима, кстати, умеет еще время останавливаться? Да, я умею. Помоемся все-таки, мы в автобусе едем уже четверо суток, это не так круто. Мы сами развлекаемся и поржем, на сцене-то я думаю будет потолок, но для меня нет. Когда на сцене тебе все равно дождь, холод, конец света, главное, чтобы зрители остались там, ну хотя бы хоть кто-то, а то, знаете, так разбежались. Так нечего смешного, один раз мы в Липецке пели и начался настоящий ураган. Унесло сцену, мы в последний момент успели убежать. Чего ржете, правда? Два раза были в Липецке, два раза там был ураган, но мы в третий не поедем. А на Селегере так понравилось, что поехали уже во второй раз. Группа «Хэллоу» выступала на озере впервые, подготовились как полагается. Я с собой лично взял плавки, я всегда беру общество плавки, в принципе, куда я не еду, мало ли что. Я могу сказать, что Вячеслав входит в общество моржей, всемирные моржи России, вот, поэтому он плавает всегда и везде, где видит водоем, поэтому всегда плавки при нем. За всеми этими разговорами мы и не заметили, как уже были на месте. Кто-то уже во время саунчеков развлекался по полной, героям на Селегере определенно нравится. А вот как остальным? Здесь воздух чистый, ребята, приезжайте, отдыхайте, не пожалеете. Первое, что удивило, это то, что люди очень чисто живут, в принципе, то есть здесь люди очень чистые, да, не курят, не пьют на территории, это очень радует, это редкость для больших мероприятий. Я видела очень много объявлений о том, что здесь много молодых дизайнеров, и они действительно талантные. Я посмотрела, как они живут, они очень идейные, это люди с регионов, у них много свежих, незаезженных идей и мыслей, это так здорово. Очень интересно наблюдать, что здесь такое ощущение, что прямо собрался весь мир. Вот если даже камеры сейчас направят на молодых людей, которые стоят сзади, то это, я даже не знаю, ну, точно не русские люди, точно не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, ребята. И таких, на самом деле, ребят много, и со всех регионов мира собрались здесь. Кстати, о народах мира, о Russian Music Box знают повсюду. Мы любим Russian Music Box! Мы из Филиппинс, и мы любим Russian Music Box! Ну а если знать в таких экзотических точках земного шара, то что уж говорить о России? Мы из Новосибирска, и мы любим Russian Music Box! Я из Саратова, и я люблю Russian Music Box! Мы из Астрахани, и мы любим Russian Music Box! Я из Казани, и я люблю Russian Music Box! Мы из Башкирии, и мы любим Russian Music Box! Мы из Адистана, и мы любим Russian Music Box! После такого количества признаний мы просто не могли не удивить наших зрителей. Наши отважные девушки своим солнечным внешним видом. Ну вообще всегда я так выступаю, это чтобы привлечь внимание, и тем более я стараюсь себя выделить, хочу себя подчеркнуть среди серой массы, подчеркнуть, что я артист. Вот выделиться вот такими вот яркими прядками, яркими сапожками, тупельками. Я не могу, как все люди, выйти вот в резиновых сапогах, в горнолыжных костюмах, и я заметила, что многие носят такие как бы штуки под попу, вот такие вот, такие блестящие штуки, как бы сидушки их называют, чтобы где вот шел, там и сел. Я же не могу так пойти на сцену, поэтому приходится вот в костюме. А вот ребята из группы Маяковский удивляют по-мужски. Илья Сэм Самитов, несмотря ни на что, выступал со сломанной рукой. У меня, значит, гипс, который не позволяет мне полноценно, во-первых, выступать, потому что я не могу играть на своем инструменте, вообще двигаться, когда ощущать себя позитивно. Прямо как в любимом кинофильме, подскользнулся, упал, очнулся гипс. Кстати, и тут не все так просто. Ты расскажешь, что у тебя нано-гипс, на самом деле, с него можно выходить в Фейсбук. Вот, входишь в наше сообщество официальное в Фейсбуке. Маяковский, да, это наш лого. Вот, но мы не будем вам показывать интерфейс, потому что там много рекламы. Просто с головой туда надо закреплять. Да, Илюха подписал просто контракт с одной гипсоукладочной компанией. Но все же самые лучшие сюрпризы от артистов – это их новые песни. Новая песня. Специально для них премьера. Мы еще нигде еще не исполняли ее, и сегодня будет все специально для них. Так что хит «Анжелика» от «Хеллоу» жители Селегера услышали самыми первыми. Солиста группы буквально разрывали на части. Группа героя также не осталась без внимания. На форуме «Селегер-2013» как в сказке. Пойдешь направо – попадешь на лекцию по истории к Александру Невскому. Пойдешь налево – попадешь на занятия по музыке к Чайковскому. Ну а я побежал танцевать с Russian Music Box и группой «Хеллоу» на танцпол. Такие танцы озера Селегер вряд ли забудет. Группа героя не выдержала и устроила целый мастер-класс. А чем запомнился этот концерт нашим артистам? Несмотря на то, что вроде форум научный и все такое, Селегер думает, что будут такие умные, заумные люди. Еще и дождь пошел. Да, дождь еще пошел. Умные, заумные люди, но нифига они тоже умеют тусить и отрываться. И мы это видели. Большой аншлаг, но тем не менее настроение было такое, как будто мы мьюсы и раскачивали олимпийские. Это было так. Для меня лично запомнился тем, что первый раз я видел, как танцуют живые люди под нашу музыку. Я сначала думал, что дождь помешает нам сделать это сегодня, но он не помешал. Мы сделали то, что должны были сделать. Было очень позитивно, было классно. Спасибо еще раз! Зрители еще долгое время не отпускали звезд из своих объятий. Мы восхищены выступлением. Первый раз такой шикарный голос слышится на сцене. Во всяком случае, на этой смене точно. Очень рады. Спасибо большое, что приехали. Супер, молодцы! Очень понравилось. Отлично новая группа. Талантливые ребята. Их хиты уже мы знаем, потому что мы под них флэш-мобы строим, молодежное делаем. Очень приятно. Она молодая и спортивная, смотри. Ну а нам приятно их показывать. А вместе мы... Мы любим Russian Music Box! На сегодня это все новости. Обязательно посещай наш официальный сайт www.musicboxtv.ru И не забывай про аккаунты Russian Music Box в социальных сетях ВКонтакте и на Фейсбуке. Хочу напомнить, что у нас появилась официальная страничка в сети Instagram – Russian Music Box. С вами был Рома Пафос. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова